Привет, друзья! Я меняю свое место жительства. Это не новый дом, поэтому очень многое нужно обновить, восстановить или же заменить. К примеру, на кухне я удалила полностью карнизы, потому что шторы я не люблю на кухне, и установила вот такие плесе. Ну а в целом во всем доме были вот такие потолочные карнизы, где-то двухрядные, где-то трехрядные, с планкой спереди. Все эти планки разных цветов, карнизы пластиковые, они поменяли цвет, естественно. Ну а Малер в процессе покраски стены потолков предложил мне сохранить эти карнизы, сэкономив деньги, и говорит, замените только планку. Меня в принципе потолочные карнизы устраивают, я решила их действительно оставить и сэкономить, но я не проверила, съемная ли эта планка. Я подумала, что Малер определил это. А выяснилось, что планки не съемные, ну а когда Малерские работы закончены, я не хочу уже эти потолочные шины убирать и заменять их. Поэтому я нахожу самый простой вариант, это наклеить что-то сверху на эти планки. И в процессе ремонтов, так как приходилось часто ходить в строительные магазины, я нашла вот такую самоклеющуюся гибкую ленту. Это гибкий плинтус, он используется в том числе и я, вот этот белый я использовала на кухне вокруг столешницы, а вот этот используется по периметру пола, там где ламинат такого цвета. Они есть всех цветов. Мне понравилось, что он не мягкий как бумага, а жесткий и издали выглядит как натуральный орех. Итак, я выбрала рулон такого плинтуса нужного цвета, а также нужной ширины, потому что ширина бывает разная. Я взяла максимально подходящий, то есть 5,5 см и оно оказалось на сантиметр шире, но меня это только обрадовало, потому что чем больше я прикрою крючки от штор, тем лучше. Я не хочу, чтобы они были видны. А еще я подготовила большое количество таких канцелярских клипс или зажимов, для того, чтобы я могла подстраховывать этот плинтус на планке карниза в процессе наклеивания. Иначе под тяжестью рулона эту ленту будет стягивать вниз и она не успеет зафиксироваться крепко к планке карниза. Сам карниз, планку, конечно, нужно обязательно протереть, а лучше всего даже обезжирить. Клей на ленте типа контактного, то есть нужно хорошо прижимать, поэтому вот я давлю пальцами. А затем этот склеенный уже участок я фиксирую, чтобы застопорить от выпадания таким вот зажимом. Этот процесс я делаю во всех комнатах, у всех карнизов, которые я решила оставить в доме. Канцелярские зажимы я ставлю каждые примерно 20-30 сантиметров, для того, чтобы тот участок, который уже проклеен, не упал под тяжестью самого рулона и того конца, который свисает вниз. Потому что этот гибкий плинтус довольно тяжелый. Это какой-то ПВХ, смесь резины с пластмассой, плюс еще клей на нем, то есть довольно тяжелая лента. Лента легко режется на месте канцелярским ножом или ножницами. Ну а затем я просто снимаю все канцелярские зажимы, для того, чтобы использовать их у следующего карниза. Итог оказался впечатляющим, даже для меня самой, потому что это первый опыт, когда я таким образом использовала не бандо, не планку от карнизов, а именно приклеивала что-то другое. Выглядит это не дешево, как бумага. Многие, кто видят, спрашивают, шпон ли это или карниз из дерева. Но в итоге я осталась довольна, потому что это оказалось и несложно, и недорого. Ну а теперь, когда вопрос с карнизами решен во всем доме, можно покупать ткани. Для этого мне нужна высота от потолка до пола, так как у нас потолочный карниз. А также нужна длина каждой шины, на которой будет вешаться штора. То есть, в данном случае я делаю на образце этого окна, здесь у нас карниз с заворотами. Я буду вешать на наружную шину штору, поэтому наружная шина, она длиннее, чем внутренняя. Нужно учитывать эти завороты обязательно. На моем опыте всегда очень сложно выбрать ткань. И прежде всего, потому что она бывает разных стандартов. Ширина ткани может быть от 140 см до 320 см. Поэтому вы не можете подсчитать количество тканей, которое требуется вам, пока вы не знаете ее ширину. Считайте, вам повезло, если вы нашли ткань, которая вам нравится, и ее ширина соответствует высоте плюс хотя бы 10 см на обработку пришивания ленты. Так случилось и в моем случае. Мне попалась подходящая ткань шириной 280 см. Поэтому подсчитать количество очень просто. Я отрезаю от рулона длину L в шире, умножая на 2, потому что я беру ленту с рапортом 1 к 2 и добавляю запас ткани 50 см на обработку краев и выравнивание ткани. И в данном случае я беру ткань с рапортом всего лишь 1 к 2, а не к 2,5, потому что это не прозрачный тюль, а нечто среднее между тюлем и портьерой. То есть полупрозрачный лен. И так как в доме есть дополнительно наружные ставни, я не хочу делать портьеры. Делаю только один слой такой средней плотности ткани. Но это хорошо, в моем случае мне повезло, я нужную ткань, нужный цвет, нужной ширины выбрала. А если вы не найдете такой ширины ткани, подходящего для вашего дизайна. Если вы выберете ткань другого стандарта, то есть шириной 1,40, 1,60, 1,82 метра, то в этом случае вы разворачиваете ткань. И в этом случае вы возьмете ткань не умножая длину шины L на рапорт ленты, а наоборот, вы берете высоту плюс примерно 20 см на обработку низа, если требуется, и обработку верха пришивания тесьмы. Так мы получим одно полотно, которое не будет соответствовать всей ширине карниза L. Поэтому нам понадобится, возможно, 2, возможно, 3, возможно, 3,5 полотен для того, чтобы получить рапорт L к 2. Образно говоря, шириной B вы берете столько полотен, сколько вы получите, разделив длину шины L, умноженную на рапорт ленты, плюс запас ткани 50 см на обработку краев, и делите на ширину вот этой ткани. При большом карнизе, длинном карнизе, конечно же, получится много полотен, 4-5, которые придется между собой стачивать. Далее в подкасте я краю, шью, замеряю и вешаю штору, поэтому подписывайтесь и не пропустите остальные ролики этого подкаста. Всем пока, до встречи!